10 маршрут осуществляет перевозку транском сервис. Балл. Балл, Балл, это да. 10 маршрут транском сервис осуществляет перевозку. По маршрутам 5, 7, 9, 9, 21, 22, осуществляет перевозки в рамках договоров проспекта товарища. В этих договорах Баллаково-Электротранс также применяет участие как один из товарищей. Это вот кратко по... Свидетельства получены были в 2020 году на срок до 5 лет. Каким образом мы вообще отслеживаем схему движения согласно установленному графику? Во сколько автобус уходит на линию, во сколько он приходит на линию, как соблюдается график? У нас техническое задание указано на интервал работы времени, то есть с 6 утра до 10 вечера. Работы маршрута. И также в техническом задании указано межпиковое время и пиковое время. В пиковое время от 6 до 8 минут интервал, в межпиковое время интервал движения от 10 до 15 минут. Вот, скажем так, жесткого расписания по маршруту, ни по какому маршруту... Жесткого расписания у нас нет. У нас есть интервал движения транспорта... И время работы транспорта. ...по маршруту, правильно? Да, правильно. Тогда вопрос следующего формата. А почему у нас не соблюдается этот интервал движения транспорта на территории города Балакова? Вы сами пробовали, вот просто какие-то дни, там, будние уехать после 18, выходные дни уехать на общественном транспорте? Интервал движения в силу того, что у нас с 20-го года, с момента, когда заходили товарищи, количество перевозчиков конкретно автопарк снижается. То есть на сегодняшний день, вот цифра, которая была в 130 единиц, на сегодняшний день у нас работает 80 единиц. То есть из парка 130 единиц у нас для сегодняшнего дня работает 80 единиц. У нас с вами из парка выпало 50 единиц техники. Соответственно, интервал движения у нас полноценно не соблюдается. Да, полноценно не соблюдается. А в связи с чем у нас выпал такой интервал, и есть ли у нас механизм отзыва, свидетельства о движении, о работе вот этих организаций, этих товарищей, вот этих юридических лиц, которые у нас сегодня представлены на территории города Балакова? Я понимаю, народная экономика, да, какая-то не сработала там. В первую очередь, отсутствие водителя, это в первую очередь, просто значит. Ну и определенные технические сложности возникают у предпринимателей. А почему должны страдать жители, если возникают какие-то определенные технические сложности? У нас цена проезда в этом году поднималась. У нас есть сейчас плата за наличный расчет, за безналичный расчет. Давайте будем объективно. Цена проезда развивалась месяц назад, даже месячью. Принимается, понимается, если говорить объективно в принципе, да, если говорить объективно в принципе, то вопрос жителей об объективности, он не касается этого формата. Если человек должен уехать на общественном транспорте, условно, в 6 утра он начинает работать, в 7 утра, после 18 вечера, это говорим мы сейчас об объективности. Мы говорим о той услуге, которую мы оказываем жителям города Балакова. И как мы этот вопрос будем решать? Я сейчас говорю про БЭД, мы сейчас перейдем, соответственно, к тем организациям, которые у нас работают на маршруте 10-10А. Какие есть рычаги воздействия на наше товарищество у нас участвует в схеме движения транспорта? Ну, если мы говорим конкретно за Балакова электротранс, то мы равнозначно такие же партнеры, как и все остальные компании транспорта. Абсолютно правильно, да. Поэтому у нас рычагов, как-то такового воздействия, но наших партнеров нет. То есть мы с ними договариваемся, переговариваемся и каким-то образом принуждаем все-таки исполнять свои обязанности качественно. Рычагов юридических или еще каких-то правовых у нас нет. Я в выходные дни пытался воспользоваться общественным транспортом. Я его не дождался. И на самом деле очень много жалоб идет на население. Я бы хотел послушать, у вас сколько, может, 10-10А? 10-10А. У вас каким образом построена работа и есть ли графика выдерживается на линии? У нас работа построена по схеме от выпуска зависит от машины. Интервал межпиковое время мы соблюдаем в 6 минут. Пиковое время. По вечерним и, естественно, пассажирпаков по жизни, мы увеличим интервал до 10 минут. И работаем до 21 часа. Сейчас юридический отдел поработает вообще до конца механизм по товариществу, по тем следствиям, который получил по работе, по тем интервалам, которые сегодня существуют на рынке транспортных услуг. Мы сделаем глубокий анализ и будем принимать, наверное, кардинальную меру в будущем по решению этого вопроса. Потому что, на самом деле, очень серьезные проблемы и очень большие жалобы со стороны населения. Вот давайте, чтобы мы сейчас не винили в какие-то транспортные предприятия и не ссылались на чьи-то там публикации, давайте вместе с вами выберем день, не поставим в известность наших перевозчиков, вместе пройдем к Гринхаусу и вместе попробуем с вами ехать на каком-то транспорте по 20 минут. И тогда мы получим ответ на те вопросы, которые вы пытаетесь задать. А что, глонасс нельзя открыть? Посмотрите, все. Можно открыть глонасс, но для того, чтобы наши жители нас увидели в будущем, да? Мы проведем такое с вами мероприятие. Через два месяца на цепь дачный сезон. У Халилова будет главная путь такая, что ему нужно будет закрыть дачи, закрыть пригороды. Ему вообще никакогордость будет. И на сегодняшний день тот подвижной состав, который имеет частные перевозчики, ну и за исключением, может быть, повезло, да, Сергею? По большому счету он уже вырубал свой ресурс лет 5-6 назад. И та тенденция, которая была, и которая, так, Сергей Венич, может, поломала и так вникает, она эта тенденция привела к тому, что мы сейчас имеем. Подвижного состава, может быть, была пола, практически нет, нормально. Для исключения, там, некоторых первых авторов, все, их нет. И человек говорит, что частники купят автобусы, найдут водителей, никогда этого уже в ближайшее время, при сегодняшней действующей, так сказать, экономической ситуации, не будет. Ни у одного частника денег нет. И на сегодняшний день для того, чтобы они хоть чуть-чуть начали работать, хотя бы после 8 вечера на 21 маршруте, на самом, так скажем, после 15-го, на самом прилегательном маршруте, нужно им дать, как минимум, какие-то, там, я не знаю, их освободить, от чего-то надо. Если я немного что-то не знаю, как бы, да, взаимодействовать на лейбусы, но хотя бы чуть-чуть их, знаете, 5-6 тысяч в месяц, хотя бы им дать до пункта. Потому что на сегодняшний день ситуация большая. Плюс проблемы с техосмотром, плюс проблемы, нерешенные до сих пор, где есть с тахографом, потому что техосмотр не пройдешь, пока тахограф не будет на городском вошлом, если он стоит 50 тысяч рублей. То есть тут комплекс мероприятий. И эти 27 рублей, которые с 23 поделились, поверьте мне, они вроде абсолютно не сыграют. Солярка уже 54 рубля. Это половина себе... И мы говорим сейчас о 27 рублях, но мы не говорим про 11 рублей, которые за того льготника, с которым ругается, получают даже не 11, с учетом еще меньше, через 2 месяца, ну не 8, а 10, с копейки получается. Тоже проблема. Тут комплекс надо и подходить, и водителей нет еще.